Всем привет, с вами Марс. Сегодня мы поиграем в дотку. Как видите, эту запись я уже сыграл, потому что в который раз вам подчеркиваю, невозможно играть и комментировать, ну по крайней мере для меня. Это получился хороший бой, предлагаю вам его на просмотр. Я, как всегда, подключаюсь к последним. Прекрасный у меня интернет. В этой игре я буду играть Bloodseeker. Итак, стандартный закуп, но это танго. Это щиток и топорик. Стандартный закуп для Bloodseeker, я думаю, многим берут его. Именно таким, потому что топорик нужен для ласт хита на лайне. Потом щиток нужен для того, чтобы его переделать. Потом под локость. Это все урон, это все нам нужно. Сразу же, первым артефактом я буду собирать именно щиток. На ловкость. Пока буду стоять на харде вместе с Трэксой. У нас, как вы видите, такое расположение пошло, что снайпер стал на центре. Стандартный миг. А Лина с Тауросом пошли наверх. В принципе, бой начался. Пока будем разогреваться. Что-то там пытаться ласт хитить. Стоять на лайне против вайпера было бы очень плохо и очень неудобно, если бы не Тракса. Но Тракса поначалу тоже не очень сильно мне помогала. И порядочно было с ее стороны нубство. А что ж, я так подумал, давайте уже смотреть. Если смотреть, то смотреть весь поединок. Я просто никогда не снимал доту. Вот первое видео на канале это про Мартру. Там тоже такая неплохая игра получилась. Даже и не думал. Так, ну и в принципе, как снимать доту и особо в нее играть я не умею. Но периодически получается. Ладно, знаю. Ждал поддержки Траксы. Честное слово, ждал. Но что-то не пошло. Она начала отступать. Ни одной, как вы видите, стрелы не полетело. Когда я был в замесе. Ну и кофе. Вот ее тут вайпер драконит. Тут я пытался отдать Траксе танго. Она решила, не нужно это. Игра получилась, можно сказать, даже показательная. Но ближе к средине вы увидите уже и по фарму, как я поднимусь, как поднимутся мои тиммейты. И по килам. В этой игре было несколько хороших замесов. Постараюсь их вам все показать. Не скипать эти моменты. Ну как вы видите, у меня уже есть щиток. Че-то тут вайпер пытается ганг устроить. Но безуспешно. В принципе, у меня уже есть щиток. Можно гангать. Но подожду шестого уровня. Потому что Блудсикер силен ультой. Радиент, Милдл Тауэр, подниму. Тут я че-то испугался. Думал, вайпер за мной пойдет. И как видите, чуйка не подвела. Он сразу же встал в лесу. Давай, 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 стрелами. И вот опять меня Дракса подводит. Ну, как бы у нее немного ХП, но сдалека она стрелами мне могла помочь. Она не стала. Будем ждать ФБ. У вайпера уже ПТ. Второй май там, а мне тоже себя буду ПТ собирать. И тут неплохой шанс был меня загангать. Квопы тоже ПТ. Квопа у нас на мите стоит. Точнее, против нас. И вот тут... Первый ганг. Снайпер пришел с руной иллюзий. Тут я специально вылажу. И ловит... Вайпер. Твитти догоняла бы Тракса стрелами. Было бы все по-другому. А так... Не вошло. Ну и ладно. ФБ есть. Снайпер, мидер, красава. Снайпер, мидер, красава. Пока, как видите, я качаю только пассивки. Потому что первая пассивка это мой отхил за убийство. Вторая пассивка это видеть врагов, у которых мало здоровья. То есть, насколько я помню... Да, от 5 до 35% здоровья. Вайпер что-то там? Нет, передумал. Потому что его Тракса запалила. А я вернулся к ней, чтобы не рисковать. Но пока игра идет пассивно. Седьмая минута, в принципе. Собираемся по чуть-чуть. Снайпер там свою лепту тянет. Так, сейчас я вкачаю ультимейт. И можно будет гонгать. Не уходи. Не нужно только убить. Все. Когда блокзикер убивает, он живет. Так, что-то там меня Мартрап пытается выцепить. Но не особо. Какого-то особого сопротивления я не встречаю. Несмотря на то, что со мной на лайне стоит именно вайпер. Дубль дамага! Сейчас схожу на базу. Заодно заберу ПТ. И можно будет идти на следующий гад. Как видите, снайпер пошел вместе с дров рейнджером. Пока постоять. А, он с ДД пришел. Все, я понял. Но что-то явно пошло. Не в дугу. Решил не рисковать, наверное. Вернулся на мид. Так, меня тут что-то дразнят. Ну, я просто лицом его зачекал и решил не лезть. Потому что боялся Мартрой. А Мартрой, оказывается, не был. Вот, наши тиммейты слились на топе. Ну, как слились. Их порешили. Хорошим гангом, но... Так, уходит Мартра. И уходит Вайпер. То есть так, в принципе, неплохо сыграли. И Вайпер хорошо нам... Какой Вайпер? Снайпер. Снайпер нам хорошо помог в этом ганге. Но что-то успехов у него особо с Квопой нет. 1-0. И то, что он взял... На... На нижнем ганге. Мы себе потихоньку, по чуть-чуть терроризируем ребяток. И тут было палево на... Мартру. Мне просто было лень Борды покупать, честно говоря. А Таракса... Не захотела. Тараксе вообще не нужно было лес контрить. Она ничего не боится. Она у нас почти бессмертная. Ты куда? Не спеши, парень. Теперь ты. Так, понимают уже... Вражеские... Вражеская тима, что... Низ они почти проиграли. И следующим айтемом я, наверное, буду собирать... Так что, наверное, я точно буду собирать Яшу. Кто-то тпшится, наверняка Вайпер. Да. Знаете, несмотря на то, что я... Ну, не очень люблю играть с русскими. Потому что это вечно начинается срач. Это... Мега-про-скилл. От шестиклассников. И выбираю всегда восточную Европу, Америку, и языки там... Английский и китайский. И все равно попадаются вот такие вот... Ребятушки. Как видите... То есть, они все десущие. Несмотря на то, что это рейтинговый поединок, играют они крайне-крайне квола. Я там что-то засмотрелся, вайпера не увидел. Хорошо, что за мной тракса и шла. Которая была готова к гангу. Четыре ноя. Сносим талу. Не особо лезем на... Выстрелы башни. Это пока незачем рисковать. Так, че у нас тут по левелам? Вражеская команда вся. 9-8. Пантом Ассасин шестой. У нас я в топе. Хорошо? Так, такая сладенькая катапульта. Как же ее оставить-то? Так, че-то там у меня замесик пошел. Оу. У меня стан влетел. Довольно плохо. Ну, иногда, знаете, нужно иметь... Действительно, стальные яйца, чтобы не бояться и выигрывать. Это уже доказано не... Ни один, ни два раза. Одно, когда ты по-глупому убиваешься. Другое дело, когда у тебя реально есть все шансы, но ты уходишь из страха. Это сложно перебороть, но иногда получается. Тут я решил уже... Яш куда собирать? Не лезть на тавр пока что. Потому что, во-первых, у них все на воскрешении уже были. Ну, а во-вторых, что-то как-то хотелось еще кого-то загонгать. В этом случае я решил сходить на мид. И, видимо, не зря. Потому что на мид у них стягивалась почти вся команда. Вайпер и Чаос пошли туда. Как видите, Чаос начинает возвращаться. И пошел, в принципе, замес. Так, два стила от товарища снайпера. Я тут ухожу, потому что страшно. Добиваю тавр под шумок. И разрываем всю команду. Вот еще и Вайпер вовремя очень подбежал. Который умирает от дров рейнджера. Минус пять. То есть тут мы уже и по деньгам, и по айтемам, и по левелам превосходим полностью вражескую команду. Ну, не все, правда, но... В основном... ...превосходим. И сейчас уже начнется практически избиение. Потому что лежит у меня уже в тайнике Сашка. Все пытаются нам помешать. Но уже слишком поздно. Опять снайпер... ...стилит. Ну, дай насрать. Счет шесть ноль. Шесть ассистов. Пока нормально, идем в восемнадцатая минута. Радиент структура... ...счет шестислотовая. На самом деле, редко, когда у меня получается... ...глудсикер шестислотовый. Радиент... ...счет шестислотовый. И правильно побоялся, потому что мог попасть под ульту Кваппы. Тут мы все дружно отступили. И все, считайте, уже игра наша. Тут я потыкал, что можно пойти забрать Мартру. Но скажу, пожалуй, сам, потому что мне в этом помощи не нужно. Хотел сразу ульту кинуть, но... ...либо она почувствовала что-то, либо еще. Тут она дала по педалям. Тут я ее упустил. Но она меня ждала. Я увидел Рону в регенерации и на ней сыграл. Нашего курьера убили, пока я отходил за Мартрой. Разогнали толпу в виде Лины, Снайпера и Траксы. То есть, как вы видите, они хороши были в замесе, но... ...к сожалению, без меня они ничего не стоили. Их просто на финале. У меня уже Кристалис, Саша Яша. То есть, я увидел телепорт и... ...решил уже ворваться в замес, потому что там один снайпер был. Но они решили идти не через миду. Монстер-кил! По-прежнему нужно нести Таврау. Но особо какой-то конкуренции мы уже здесь не встречаем. Чаос... ...на фарме, типа. Прикольный, кстати, сет у Чаоса. Такой неплох, неплох. Снайпер там, мастер стила. Красавчик, работает как умеет. А я чуть-чуть еще подформлю. И дай Делос. В этой игре я особо руны не контрил. И поэтому даже на них внимания что-то не обращал. Хотя прошел мимо ДД. Тут что-то вообще плохое пошло. Потому что ребят начали наших убивать. Не отдам я ему снайпера. Она вверх уже не пошел. Хотя стоило бы, потому что я мог их свалить. Ну да и не важно, я уже тут решил пацанов прикрыть. Так, прожали Мекку. И следующий шанс убивать. Опять же, не отдаю снайпера. И он меня ж... А, это Траксу тут ждал Хаос Кнайт. Опасная такая тварь. Но я решил уже за ним не гнаться. Хотя нет. Что-то тут странно, когда я тогда его вот так простыкал. Видать, о чем-то своем задумался. Так, этот уже не уйдет. И дал разряд Таурус. Без проблем. Но тут вообще все плохо на самом деле. Вы не должны быть повернули твоим глазам. Вновь в фрею. Нет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тут прекрасно и снайпер сработал. И вообще, ребята. Снайперу по боку. Он ультимейт прожимает для ласт хита. Некоторые считают это классическим снайпером, но... Нельзя же так играть. Так, и вот я как раз вовремя включил... На смерть товарища снайпера, который отдал 1300 золота. Просто из-за того, что он... Глупенький у нас. Глупенький. Глупенький. Ну, правильно. Видела, что под ультой и правильно. В стил. Красота. Ничего. Ничего не сделаешь. Есть такие. Так, как вы видите, у меня уже Тайдоус есть, можно сказать. Осталось только рецептик забрать. Я не особо рискую. Я не верю это. Я не верю это. Я не верю это. Собрать батталфильви. И... Продать можно было щиток. И собрать... Эм... Киперсоу забирает Блуд Мэйл. Снайпер что-то там начудил. Опасно играет парни на лайне. Но прожимает, не сказать, чтобы очень прям вовремя, но прожимает Мекку. И это дает нам определенное преимущество. Хороший собор. Тут прибежал Хаос Кнайт. Я решил его не отдавать. Тут уже не так фарм, как просто подхилится. Потому что, напомню вам, пассивка, которая за убийство героя дает 40% жизни, а за убийство юнита 25, это хорошее подспорье. Ну, снайпер, красава, просто отстилит все, что двигается. И тут Кваба уходит. Как она там ушла? Недурное везение, видать, у нее. Че у нас снайпер. Саша Яша, Shadow Blade. Пока несем бараки на всех направлениях. Без проблем, без особого сопротивления. Лина там гоняет их. Радиент's middle tower is under attack. ОНИЧЕСЬ! Радиент's bottom barracks are under attack. Радиент's bottom barracks... Радиент's middle tower has fallen. Радиент's bottom barracks have fallen. May the drow keep you safe. Радиент's middle tower is under attack. Ну и все, в принципе, это ГГ. Неплохая игра получилась. Правда, трон еще у них стоит, но можно еще немножко позабавиться. Пока middle не упал. Мы сохранили, как вы видите, все товара, так что это абсолютная победа. Я тут что-то пахтыкал, что у меня уже хватает на бабочку. И решил купить бабочку прямо у них на базе. Лина че-то там стоит, но я говорил, что она опасно играет. Радиент's middle tower is under attack. Этот отправляется у нас в ад. Этот тоже. Но Мартра продолжает сшить за счет своих уворотов. И победа. Я ворвался в замес. ГГ, изи. Да, это было действительно изи. Несмотря на некоторые моменты. И, в принципе, все. Вот такой вот бой получился. Так я и не купил, в принципе, бабочку. Нормальная сборка получилась. Вот как-то так. 13 уровень. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.